Всем привет, с вами Тако, и вы наверняка заметили, что я давно не снимала видео о японских напитках. А всё почему? Потому что я думала, что нету смысла снимать видео об каком-то одном напитке, поэтому сегодня будет... У меня накопилась целая коробка пустых бутылок и банок, я чувствую себя каким-то плюшкиным или что ещё похлеще. И сегодня я буду рассказывать вам про все напитки, которые я попробовала, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Честно говоря, я могу ошибиться и рассказать уже о том продукте, который пробовала, но я думаю, это не так страшно, вы это переживёте. Первое, что мне попадается под руку, это кофе. Этот кофе был с низким снижением сахара и с молоком. И обычный второй кофе чисто чёрный, горький, кофе без сахара. Этот больше похож на кофе, который нужно варить, как это сказать, кофе в зёрнах. Нет никакой химозности и совсем такой горькоты, от которой хочется... от которой вас тошнит. А этот более мягкий, с небольшим добавлением сахара и молока. И они были горячие. Следующий напиток безалкогольный. Кофе с молоком и сахаром тоже. Но этот очень мягкий кофе, ещё менее крепкий. Я не скажу, что здесь больше молока. Просто сам по себе кофе не такой крепко заваренный. Это горячий шоколад. Он не сладкий практически, очень вкусный такой. Как будто бы даже не горячий шоколад, а сваренное какао, которое... Знаете, как вкус из детства. Такое вкусное какао, которое нужно долго и муторно варить в кастрюльке. В составе есть молоко, но на вкус как будто бы он сварен с водой. Молоко не чувствуется. Он совершенно не сладкий, если я ещё не сказала. Следующий это милкшейк. Я никогда не пробовала гоголь-моголь, но мои знакомые, которые пробовали вот этот напиток, сказали, что это истинный гоголь-моголь. Потому что здесь даже нарисовано молоко и сырые яйца. Значит, это гоголь-моголь. Нереально вкусный. Мне напомнил какой-то карамельный вкус. Ванильно-карамельно-молочный коктейль как будто бы. Не очень помню, по-моему, этот я уже показывала. Напиток сильно газированный с мякотью апельсина с апельсиновым соком. Этот похожий с... Здесь написано... О, это грейпфрут. С грейпфрутом. И грейпфрут именно не такой тоже химозный, как, знаете, бывает, что ты ешь с грейпфрута какую-нибудь конфету, и потом такой неприятный очень привкус во рту. Или слишком много горечи. Этот... Очень свежий вкус. Здесь написано сильно газированный. И вот этот... Достаточно сильно газированный. В сравнении с остальными сильно газированными напитками из этого автомата. Очень освежает. Слегка-слегка-слегка горчит. Свежий вкус. Я уже сказала. Ненавязчивый. Как будто цедра. Знаете, даже не грейпфруты. Я не знаю, какого-то лимона с помесью апельсина. И потом только послевкусие грейпфрута. Ещё одно какао, только уже холодное. А из какао здесь уже ощущается молоко в составе. Не знаю, почему. Состав у них примерно одинаковый. Но здесь молоко не ощущалось. Следующий сокосодержащий напиток негазированный с яблоком. Вкус такой достаточно ненавязчивый. Просто вода с небольшим содержанием сока. Но на самом деле очень вкусная штука. Это как обычная вода с сиропом и немного даже... Как это называется? Мякоть. То есть там стёртое яблоко практически. Следующий безалкогольный газированный сидор. Очень вкусный. Я не знаю, как описать его вкус. Ну, это как содовое... Содовое... Какое-то молочное... То ли молочное, то ли цитрусовый привкус. Я не знаю, как описать. Как сидор, только безалкогольный и газированный. Помните вот эту легендарную нато-дакого, на которую я всё время ссылаюсь? И я не знаю, куда я делала вторую баночку. Она была с манго. Ой, просто нереально вкусная. Хотя мне виноградная нравится всё-таки больше, но та тоже просто нереально вкусная. Вот эта газировка и такая же только с манго. Ими можно просто наесться. То есть ты его уже и попил, и поел. Она очень сытная. Нереально вкусная. Вот просто лучшее, что есть в этих автоматах. Кукурузный суп. Этот суп был горячим. Похоже на кукурузу в каком-то молочно-крахмальном соусе. Да, здесь сливки. Достаточно вкусная вещь, несмотря на то, что я кукурузу... Нет, не люблю, так сказать, даже. По крайней мере, консервированную. Только вживую, сваренную. Классно согревает, удаляет голод. И, в принципе, единственный минус, что нужна, ложь для него. Напиток сильно газированный с юдзу. Очень напомнил мне вот этот напиток с грейпфрутом. Но юдзу такой характерный вкус. Я даже не знаю, как его писать. У него очень прям ярко выраженная не горечь, а какая-то пикантность. Это просто услада для меня, потому что это чай с молоком. Не помню, по-моему, он был горячий. Клёвый, вкусный. Как будто бы заваренный хороший чёрный чай с молоком. Вау. Не помню, показывал её или нет. Это напиток сокосодержащий из умы, с японской сливой. И много кислит. Тоже как чуть разбавленная вода. Очень вкусная. И как-то очень классно утраляет жажду. Потому что с кислинкой. Остаются самые необычные напитки. Это напиток с персиком. Персиковый нектар, я бы даже сказала. Потому что здесь тоже есть мякоть. Он не газированный. Это не сок. Это вот именно нектар. Он как какая-то сыворотка. Я не знаю, как это описать. То есть такая чуть мутная вода. С мякотью персика. И персик не как вот в всяких там дебильных соках добрый там G7 и всех прочих. Где всё во рту слипается. И ощущения просто ужасные. Это просто шикарная вещь. Тоже как чуть разбавленный. Абсолютно не сладкий. Необычно. Попробуйте, если есть возможность. Предпоследняя вещь. Это вот такой энергетик. Причём энергетик натуральный. Если можно так выразиться. Он в стекле с железной крышкой. Фруктозный, глюкозный и жидкий сироп. Гранулированный сахар. Очищенный мёд. Регуляторы кислотности. Лимонная кислота. И ещё несколько природных компонентов. Витамин С. Безбелковая пудра пчелиного маточного молочка. Экстракт женьшеня. Ниацин. Экстракт чая. То есть источник кофеина. Витамин В2, В6, В1. Л-лицетин. Эльвалин. Л-изалицин. Витамин В. Витамин В12. Ароматизаторы. Здесь даже написано. Сколько процентов от суточной нормы витаминов. То есть он нереально крутой на самом деле. На вкус и запах. Как супер-мега-клёвая. Не пугайтесь. Микстура от кашля. О боже мой. Он такой клёвый. Один из самых крутых напитков в этих автоматах. Просто шикарная вещь. Обязательно попробуйте. Я не знаю как описать его вкус нормально. Но вот реально он напоминает какой-то очень вкусный сироп от кашля. И последний спортивный напиток. Вода, глюкозно-фруктозный сироп, обезвоженная лимонная кислота, экстракт розового грифрута, цитрат натрия, экстракт грифрута, ароматизатор элитично-натуральным, подсластитель, витамин С, полиглютаминовая кислота. Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Этот напиток солёный. Ну не то, чтобы он совсем солёный. Он немного солоноватый. То есть, обязательно нацелен на то, чтобы когда вы занимались спортом, не выходила вся влага и как бы не было обезвоживания у вас. На вкус напоминает... Если вы пробовали напитки с содержанием молочной сыворотки, по-моему, они называются Актуаль. Я вставлю где-нибудь фото. Вот это очень похоже на этот напиток. Только у этого спортивного напитка ещё есть, как здесь написано, что-то цитрусовое. Какие-то цитрусовые привкусы. По-моему, это весь ассортимент, который есть в автомате. Теперь будет топ-4 напитков из этих автоматов, которые самые-самые-самые клёвые, на мой взгляд. И первым напитком будет газировка стата де коко с виноградом и манго. Они, я бы сказала, неразлучны, потому что обе очень клёвые, очень вкусные и сытые. Поэтому они снимают первую позицию. Второе место по праву занимает энергетический напиток, по вкусу напоминающий сироп от кашля. Он очень-очень вкусный, классно тонизирует, придаёт сил. Третье место занимает напиток, которого больше нет в автоматах, к сожалению. Я пробовала его один раз и очень жалею о том, что его нет больше. Это креми ванила white soda. Молочная сода с ванилью. Я про неё делаю отдельное видео, оставлю ссылку, если вам интересно. Одна из самых любимых вещей. Была бы на позицию выше, если бы до сих пор подавалась. Последний, скорее, не вкусный, а самый необычный напиток, который скорее сначала запугивал, а потом не оправдал ожиданий и оказался намного вкуснее, чем мог бы быть. Это как раз спортивный напиток, который немного солёный, с привкусом чего-то цитрусового и похожего на напиток с молочной сывороткой. Мне кажется, или я всегда очень странно описываю вкусы? Странные у меня ассоциации, я думаю, не всем понятно. На сегодня всё, спасибо, если вы были со мной, надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, пробовали ли вы что-нибудь из этих напитков. Если не пробовали, то обязательно попробуйте, если у вас есть возможность. Надеюсь, вы не уснули, пока я всё это рассказывала. И теперь точно всё. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok